Добрый день! В эфире программа «На волне» с Индира и Баймухамбет, и мы продолжаем знакомить вас с интересными личностями нашего региона. И сегодня героем нашей программы стала Марина Самойленко, главный специалист штаба Департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области. Добрый день, Марина! Как ваше настроение? Здравствуйте, Индира! Во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы меня сюда пригласили. Мне очень приятно, я прям предвкушаю очень замечательную беседу, интересную встречу, знакомство. Настроение отличное, уже с утра сегодня потренировалась, съездила на любимую работу, и вот сегодня, сейчас, в это время я с вами беседую. Мы же, в свою очередь, тоже хотели поблагодарить вас, что вы нашли место в своем плотном графике и пришли для интервью нашему телеканалу. До нашего интервью я вам сказала, что видела, наблюдала за вами в социальных сетях, и сегодня очень приятно видеть вас вживую. Вы такая хрупкая девушка, и сразу не сказать, что вы спасатель, да, и далеко от мужской профессии. Могли бы вы рассказать, как вы, такая хрупкая девушка, прошли в профессию, именно связанную с чрезвычайными ситуациями? Да, ну, на самом деле, это достаточно интересный вопрос для меня до сих пор, на который я даже не знаю, как ответить, потому что все это как будто бы случилось случайно, но случайности не случайны. Еще в школе, там, будучи на уроках ОБЖ, мне интересно всегда было, как это действовать в экстремальных ситуациях, в чрезвычайных ситуациях, как помогать ближнему, как нужно реагировать на ту или иную ситуацию. И после университета, уже когда четвертый курс заканчивался, стал вопрос того, куда же мне пойти работать. В какое-то время я выбирала, искала, куда же пойти, в какую организацию. Первое образование у меня психология, социальные науки и бизнес. И в процессе выбора, буквально с подружкой поговорив, случайно я узнала о том, что по молодежной практике требуются специалисты в различной организации. Мы пошли с ней вместе, и тогда требовался в департамент по чрезвычайным ситуациям как раз-таки такой специалист по молодежной практике, который будет проходить там, обучаться чему-то новому, интересному, обмениваться опытом. То есть более опытные коллеги и психологи могут обмениваться со мной опытом. И мне показалось это очень интересно. И на протяжении полугода я, получается, проходила там вот эту молодежную практику, зарекомендовала себя. Мне было это жутко интересно. И, наверное, самое главное, что мне понравилось, это то, какой там был коллектив. Ну, коллектив на самом деле и сейчас там такой. Это, наверное, первое, что для меня было очень таким важным моментом. Это коллектив, это условия труда, это отношение руководства к своим сотрудникам и вообще микроклимат. Вот. Ну и в целом сама работа, она была, конечно, очень интересна. И, ну, меня заметили, меня оставили. И вот уже более 10 лет я в этой службе с этим коллективом, чему я очень рада. Вы когда-нибудь пожалели о своем выборе? Нет, нет, не было такого. Я на самом деле очень сильно люблю свою работу. И, конечно, за время службы очень разное было. Много всего было. И трудностей, и взлетов, и падений. Но ни разу не было мысли, что я сделала неправильный выбор. Ну, наверное, потому что это все-таки по моему сердцу, это по душе все это. Хотелось бы, чтобы сегодня вы нашим телезрителям рассказали, в чем заключаются ваши обязанности сегодня. Вот вы занимаетесь в должность главного специалиста штаба, да, департамента ПЧС. Расскажите, чем вы занимаетесь? Ну, моя должность, главный специалист штаба департамента, в основном входит обязанность, это контроль служебной деятельности аппарата департамента, территориальных подразделений, подведомственных учреждений. Ну, и разработка управленческих решений. Ну, то есть, достаточно серьезная должность, большая ответственность на этой должности. Но при этом, да, мне очень нравится, что в какие-то моменты именно я могу принимать определенные решения, выносить их на уровень руководства, и уже там коллегиально мы можем далее принимать какие-то ответственные решения. Работать в ЧС, в женщине, достаточно трудно, я думаю, вы со мной согласитесь, да. Помимо того, что вы хрупкая, да, и вы должны быть еще и психологически подготовленным человеком, но вы психолог, и физически подготовленным человеком. Как вам удается совмещать, оставаться такой хрупкой, но при этом оставаться профессионалом, да, ну и держать дом, семью, быт? Да, знаете, наверное, ну, будучи еще студенткой, всегда задавалась вопросом, вот, ну, сейчас я студент, да, то есть, ну, у меня одна моя обязанность – это учиться и просто радоваться жизни, быть молодой. А потом, когда я создала семью, почему-то у меня были такие убеждения, что мне придется всегда выбирать. Ну, то есть, это или семья, это или друзья, это или карьера, работа, это или что-то там, там, другое, да, хобби, например. И почему-то в моей голове всегда было такое вот, такое убеждение, такая установка, что придется выбирать, чем-то жертвовать придется. Но один авторитетный человек, с которым я общаюсь до сих пор, по сей день, она мне задала вопрос, Марина, а кто тебе сказал, что тебе нужно выбирать? Почему ты решила? И я не смогла на этот вопрос ответить. Почему мне придется выбирать? Нет. Все можно очень достаточно мягко интегрировать в своей жизни, абсолютно все это можно совместить, быть прекрасным специалистом, быть прекрасной матерью, женой, хозяйкой своим питомцем, отличной подругой, заниматься хобби, спортом, танцами. Пожалуйста, все, все в твоих руках. Да, конечно, иногда, иногда нужно принимать решения, нужно расставлять приоритеты. Но в этом случае, если тебя поддерживает твой круг, то не возникнет этой проблемы. Ты просто будешь в какой-то момент выбирать что-то, но завтра у тебя этот приоритет поменяется. И так каждый день. Этот год, весна 2024 года, она стала достаточно тяжелой для нашего региона. Это был паводок, и спасатели были на передовой вместе с полицейскими, другими ведомствами, простыми жителями. Расскажите, как вы работали в этот период, чем занимались. Ну, мы знаем, что вы активно вели деятельность, поэтому... Ну, хотелось бы, чтобы вы немного рассказали со своей точки. Да, сейчас уже, когда прошло время, кажется, что это было или как будто давно, или как будто не так все страшно. Ну, то есть, наверное, это благодаря тому, что все-таки мы достойно вышли из этой стихийной ситуации, бедствия. Мы, самое главное, не допустили человеческих жертв, минимизировали потери, убытки, помогали по спасению животным, имущества людей. И, да, в конце марта, когда это все случилось, мы работали 24 на 7. Да, все ведомства, не только наше министерство по чрезвычайным ситуациям и департамент ПЧС, абсолютно все воедино, все службы гражданской защиты сплотились. И, на самом деле, это было очень хорошо видно. Помимо служб, еще на помощь приходили обычные, простые граждане, бизнесмены. Мы все были равны. Эта ситуация показала, что мы все равны, мы все едины. Самое главное, что мы все очень дружны. И, да, было нелегко. Мы первое, что превентивные мероприятия, это в районах, до того, как в районный центр пришла вода. Мы начинали это еще в районах. Это укрепление защитных дамб, вот это все. Это координация, организация. Далее, конечно, это эвакуация населения. Здесь тоже 24 на 7 принимали участие. В то время в основном я была в оперативном штабе. И в основном это была координация деятельности. Далее, более уже, наверное, параллельно мы занимались тем, что и организовывали, координировали волонтерскую деятельность. Наша задача была это вовремя отреагировать на звонки населения, которые поступали ежеминутно на звонок 112, на 101. То есть вот оперативный штаб, который был создан на базе департамента ПЧС, куда входили все службы гражданской защиты. Каждую минуту поступали звонки от граждан с просьбой помочь, то есть где-то что-то направить, координировать и так далее. И у меня была связь с нашими волонтерами. Я очень восхищена этими людьми на самом деле. Они большие молодцы. Они в это время непростую, большую помощь оказывали населению. И это было все очень быстро, оперативно. Механизм налажен был очень быстро. Со всей страны поступала коммунитарная помощь, поступали звонки. И это все четко, отлаженно регулировалось. Направляли силы, средства для выгрузки, техника. Там, где нельзя было проехать, специальную технику направляли. Также это было тоже одной из моей миссий, скажем так, координация по питанию сил и средств, которые располагались в том или ином месте происшествия. Ну, как вы знаете, у нас было несколько точек, где случилось подтопление. И там работали наши сотрудники, сотрудники других областей. Работали военные, которые день и ночь стояли на передовой непосредственно, которым нужно было есть, которым нужно было какие-то элементарные условия. И вот мы вместе с волонтерами, вместе с другими службами создавали эти условия. Ну, это достаточно такой тяжелый период для региона, как я уже говорила. И, наверное, вот в вашей профессиональной деятельности, это, наверное, самый запоминающийся момент был. Или есть еще случаи, которые вот навсегда вам запомнились, может вспомнить все? Вы знаете, за время моей службы в нашем регионе, да, это, наверное, самая такая страшная катастрофа. Ну, не только у нас в регионе, так. Во всем Казахстане за 80 лет это была, пожалуй, самая страшная такая стихия катастрофа, которая затронула практически каждого. Если даже не напрямую, то в любом случае могу спросить, у вас сейчас окажется или товарищ, друг, или родственник, который в этой беде, ну, так или иначе коснулась его эта беда. Но, вы знаете, в нашей службе нет какого-то сложный период и легкий период. Если сейчас вот паводковый период заканчивается, у нас начинается пожароопасный период. Буквально несколько лет назад это случай, наверное, вы помните, когда сгорело сотни дач. То есть это тоже стихийное бедствие, которое неконтролируемое, которое тоже принесло очень много убытков и беды, горе людям. Это для меня тоже запомнилось то, что вот касаемо моей службы, пожары в Костанайской, в Абайской области. Пусть даже это не в нашем регионе, но так или иначе, мы как коллеги, мы сопереживаем, мы помогаем, чем можем наши ребята, силы, средства, личный состав. Также выдвигались на помощь, ликвидировали пожары, рисковали жизнью. И это все, конечно, непросто. Психологически было тяжело? Да, да. Вот, вы знаете, ну, может быть, со временем как-то что-то меняется. Может быть, можно сказать, что есть какие-то техники и практики, которые можно там провести и будет легче. Но нет, я вам так скажу, психологически каждая чрезвычайная ситуация, она все-таки проживается и оставляет след. И это могут быть и слезы, это могут быть и просто переживания. Говорят, что со временем уровень эмпатии падает или выгорание профессиональное. Есть такие понятия, действительно, это имеет место быть, но в моем случае нет. Каждая чрезвычайная ситуация, каждый пожар, если там была гибель, а если еще это были маленькие несовершеннолетние дети, это всегда очень близко к сердцу воспринимается. Но, да, буквально проходит какое-то время, и, конечно, уже ты переключаешься на что-то другое и уже не так сильно переживаешь. Но в моменте проживаешь каждую все-таки чрезвычайную ситуацию. Каждая история, да. Вот вы сегодня сказали, что работаете практически 24 на 7, да? Как к этому относится ваша семья? Поддерживают ли вас они? Мне кажется, это очень сложно тоже, на самом деле. Да, конечно, вы правы, да, вы правы. Но, вы знаете, моя семья поддерживает меня, потому что они видят, что я люблю свою работу. И они понимают, что я буду в моменте ставить приоритет. И, допустим, там, да, вы можете меня сутки не увидеть, но это не так, что мы 365 дней в году, 24 на 7. Мы готовы всегда. Если случилась беда в любое время дня и ночи, да, звонок, и ты едешь. Ну, и вот во время паводка этой весной, 24 года, моя семья были рядом со мной, они точно так же ездили, развозили еду. То есть даже поздно вечером они садились со мной вместе, и мы ездили, допустим. Мы также, когда спасали животных, со мной вместе ездила дочка, увозили, допустим, в приюты или, ну, там, на лечение собаку. То есть они меня поддерживают, они вовлечены вместе со мной, они видят, что я это люблю, и поэтому они ценят мой выбор и поддерживают меня. Как мы уже говорили, да, нужна еще и физическая подготовка. И я знаю, что вы занимаетесь спортом, и недавно вы стали обладательницей второго места на Кубке Казахстана по триатлону. Что это за вид спорта? Расскажите нам, как вы в него пришли, и о Кубке немного тоже. Да, сейчас хотелось бы передать привет Жене Шумакову, который в свое время просто в Инстаграме я увидела, что компания, ребят, девочки, мальчики занимаются, занимаются, в общем, спортом. Каким спортом? Меня не интересовало. Мне просто очень понравился их вайб, мне понравилась их атмосфера на тренировках. Я помню, что когда я узнала, в какое время, в какие дни они работают, у меня первая мысль была, ну нет, ну нет, ну как, я семья, работа, я не смогу это все совмещать. Но потом просто я решила, что надо действовать. Я позвонила Жене, мы пообщались с ним, и решила просто попробовать. Просто будет время, буду ходить на тренировки. Не будет, значит, не судьба. Но как-то все так очень, так интегрировалось в мою жизнь, что и тренировки, и работа, и дом, это стало настолько все в моей жизни плавно, вошло, и так это все было здорово. Я и успевала и то, и другое. И что я поняла, вот, получается, придя в спорт, занимаемся мы триатлоном. Триатлон – это такой вид спорта, который совмещает в себя плавание, вело и бег. Я поняла, что самое главное, если хотите что-то успеть, это первое, это у тебя должна быть энергия жизненная, а энергия будет только тогда, когда ты в движении. То есть лежа энергии не будет. А если ты в движении, у тебя ее будет. Энергия порождает энергию. Совершенно верно, да, согласна, тоже очень хорошее выражение. Вот пока ты в движении, у тебя будет энергия. Чем ты больше в движении, тем ты больше в энергии. И дисциплина. О чем я тоже люблю говорить. Как бы это слово такое, не каждый воспринимает ее правильно, это слово. Дисциплина, какое-то оно такое, что-то с какой-то ответственностью, какие-то рамки, какая-то несвобода. Но дисциплина для меня – это отсекание всего ненужного и, наверное, приоритет и фокус на нужном и важном. И когда я расставила свои фокусы, приоритеты на том, что я занимаюсь триатлоном, я занимаюсь своей любимой работой, я занимаюсь семьей, у меня еще есть собака. Еще после паводка у меня появился питомец-кошечка, которую мы спасли. К сожалению, не нашли хозяина и не нашли приюта временного, даже уже все забиты были, приюты заполнены. Он остался жить у меня дома. Но это все так гармонично вливается в эти 24 часа в сутки, что на самом деле на что-то лишнее, ненужное, времени не остается и не надо. И все это очень гармонично. О Кубке Республики. Когда я начала заниматься триатлоном, тогда я даже и не думала о том, что я буду участвовать в каких-то соревнованиях, где-то вообще там принимать участие, покупать слоты. Но потом также ребята мне сказали, ну почему, ну попробую. Первое мое соревнование – это было у нас в Петропавловске по триатлону. Потом я решила участвовать в Кокшетау в прошлом году. Также участвовала в Астане и в Алматы. Это очень популярный вид спорта на сегодняшний день в Казахстане? Да. Выбирают обороты? Да, да, да. Этот вид спорта на самом деле очень-очень динамично развивается и прям стремительно. В развитых странах, городах, в Европе, в России, в Америке этот вид спорта, он очень популярный, престижный. Там вообще вот если проходит какой-то марафон или вот триатлон, там к людям, кто проходит эти дистанции, относятся как к героям. Ну у нас в принципе тоже так же, да, когда рассказываешь, какую дистанцию ты преодолеваешь за свой триатлон, люди восхищаются, в шоке. Мира, какую дистанцию вы преодолели и кто был, ваши соперники главные, кто участвовал? Да, получается, этой весной в Боровом проходил триатлон Кубок Республики, где участвовали как любители, так и профессионалы. То есть люди, которые профессионально занимались спортом, вело или плаванием, и ты наравне с ними участвуешь в этом триатлоне. Это, конечно, очень здорово. Я всегда люблю находиться среди сильных. То есть я люблю среду, где тебя окружают сильные люди, потому что есть к чему стремиться, есть на что ориентироваться. Да, и, конечно, сам триатлон был сложный, нелегкий, потому что это была еще весна, вода была достаточно холодной. Мы проплыли, далее был велоэтап, это все без перерыва, это все на время, это нужно все очень быстро делать. Без перерыва ты садишься на велосипед, едешь 40 километров, далее ты надеваешь кроссовки, бежишь 10 километров. Это называется стандартная дистанция, олимпийская дистанция. Да, и спустя три часа, когда ты преодолел, когда тебе дают медаль финишера, ты уже победитель. Потому что ты преодолел, потому что три часа непрерывно ты боролся со своим сопротивлением, со своими сомнениями, со сложностями, трудностями. Но потом ты это преодолел, и ты лидер, ты уже победитель. Но когда ты слышишь свою фамилию, и тебя зовут на пьедестал, это, конечно, вообще, это что-то невероятное. Я, честно сказать, не ожидала, потому что там очень достойные соперницы были. Это команда из Астаны, команда из Кокшатау, это достаточно сильные команды. Конечно, это очень приятно, когда ты оказываешься среди сильнейших, сильной среди сильнейших. Круто. А вообще, много ваших коллег участвуют в этом виде спорта, в соревнованиях? Встречались ли вы? Может, с других городов не обязательно с нашего? Честно сказать, нет. Я не слышала, чтобы из системы Министерства ПЧС, из органов гражданской защиты кто-то еще занимался триатлоном. Поэтому департамент вами гордится очень сильно. Да, 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 на самом деле, да. И, ну, я вижу, что сейчас стала набирать популярность различные марафоны, забеги. 10 километров, 21 километр, ну, вот, в 42 не слышала еще, чтобы марафон как-то проходил, но вот такие забеги, да, это стало сейчас популярно. Но именно триатлоном занимаюсь я одна. Пока я надеюсь, что ко мне кто-то присоединится обязательно. Хорошо. А вот как вы восстанавливаете энергию? Все-таки вот энергетически это очень тяжело. И как вы отдыхаете? Да, конечно. Ну, есть определенная система тренировок и система отдыха обязательно. Ну, в основном это просто, это какое-то время я не хожу на тренировки, ну, я могу пойти в бассейн просто поплавать. То есть не на результат, а просто там отдохнуть. А в основном это, конечно, вот мы проводим время с семьей, мы отдыхаем, гуляем на свежем воздухе. Мы достаточно очень много гуляем и зимой, и летом стараемся. Это вот с питомцами. Могу поехать к бабушке, она у меня живет в районе, в деревне. Это тоже своего рода наполнение, когда ты отключаешься полностью, когда ты с ней листаешь ее альбомы. Это по-своему тоже наполняет. То есть для меня это, наверное, в первую очередь смена деятельности. Либо я могу что-то, допустим, у меня есть еще одно хобби, это танцы, восточные танцы. Да. Ими, конечно, я не занимаюсь каждый день, там не так часто, как тренировки триатлона, но это тоже своего рода для души. Там у нас своя компания, своя атмосфера, женская энергия, замечательные тренера. Я это очень обожаю, и поэтому на самом деле просто переключаюсь на что-то, на другую деятельность. Может быть, это что-то умственное, это может быть чтение книги, а может быть просто обычная мелодрама какая-то вечером. То есть, ну, как-то так. Вот вы сегодня говорили несколько раз о своих питомцах. То есть у вас есть определенная такая любовь к животным, да, и во время паводка вы рассказали, что вы спасали животных. Расскажите об этой части своей жизни. Наверное, да, я из тех людей, которых своих животных считаю членом семьи. То есть вот у меня на данный момент собака, кошка, кот. И это мои дети такие же. У меня есть дочка и вот два сыночка. Да, я очень люблю животных, очень сильно люблю. С детства это любила. У меня всегда были дома коты и собаки. То есть я жила среди, ну, как бы, все мое окружение, они всегда относились очень бережно к домашним животным. Очень любили их. И во время паводка случилась такая ситуация, что в затопленных районах остались животные, кошки, собаки, птицы. Когда я видела в инстаграме, я пыталась пролистнуть эту информацию, потому что мне на физическом уровне становилось нехорошо. И я поняла, что лучшее, что я могу, это действовать. Тем более, ребята, спасатели, которые на лодках, мы с ними на связи 24 на 7. Потом в какой-то момент, когда мы начали вот заплывать, мы во всех районах заплывали. Это и Подгора, и Заречный, и поселок Кожевиный, и в Тепличном. Это очень быстро распространилось среди населения. И люди стали писать в инстаграм, находить где-то мой номер, писать в личные сообщения. Просто через кого-то и просить о помощи. Вызвали этих домашних питомцев. И потом уже у нас были даже, допустим, в каждом районе есть чат, и есть определенный человек, который составляет список по адресам, с фотографиями по возможности. И мы ездили, мы выделяли день, мы ездили именно прям по вот этим адресам, именно адресно, точечно отрабатывали каждый, каждый запрос. Правда, я... Их было очень много. Я в какой-то момент просила, допустим, напишите обратную связь, пожалуйста. Потому что я не каждого номер запомнила, не каждого там... В директе там просто куча сообщений. Но если я видела, что человек выставляет, я пишу, как ваш там питомец, вы нашли его. Вы еще не переживаете. Я, да. Я еще, помимо того, что мы просто, я еще очень переживала, как же, как же там они. Это да, это да. Ну, конечно, за это время я услышала, наверное, сотни благодарных отзывов, благодарных людей, которые по сей день не пишут, которые по сей день могут написать, «Мариночка, как у тебя дела? Как ты там?» То есть, хотя мы уже, нас ничего не связывает, казалось бы. Но в это время мы вот так вот познакомились, подружились, сплотились. У нас был отработан механизм, мы спасатели заплывали, эвакуировали животных, вывозили их на сушу, волонтеры забирали и увозили в приюты. Кормили, организовали им еду, там временное проживание. Конечно, наверное, самое запоминающееся, и это всегда со слезами, но слезы счастья, это когда ты скидываешь кому-то там фотографию, как ты обнимаешь собаку, чья собака, и тут же в группе пишет, это наш, там, Рыжик, это наш. И мы его ждем тут, все, мы едем, выезжаем, и ты плывешь на лодке, и вот этот хозяин там вот с места на место приходит. Все, мы просто вот подплываем, ревем, все радуемся, обнимаемся. Это, конечно, вообще... Можно ли сказать, что для вас вот из нашего диалога, я поняла так, что для вас главная награда, это, наверное, вот благодарность людей, да? Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Это правда. И сколько ребят слышат благодарности, и я сколько слышала благодарности, это не сравнить ни с чем. Это самое важное. Это вот когда ты приходишь домой, неважно во сколько, в 3 часа ночи это, или в 12 часов, ты приходишь домой, ты просто ложишься, рассказываешь семье, что сегодня столько-то животных, столько-то собак, а там собачка то, а тут кошечка то, и вот мне тот сказал... И ты понимаешь, что вот это самое важное, это самое важное, когда ты видишь кучу отзывов, когда ты видишь, что делают репост твоей какой-то публикации, где ты спасал, а там куча благодарных комментариев, кто-то делает репост, пишет, это герой нашего времени, ну, не знаю, это прямо-то счастье. Какие главные качества вы цените в людях? Для меня важно в человеке, это, наверное, результативность, это ориентир на результат. Неважно, какой бы деятельностью ты ни занимался, будь то принести чай или построить дом, свою работу ты должен сделать хорошо. Сделать ее должен так, как будто для тебя самое важное должно быть это результат, чтобы ты смог сказать, что да, вот была такая цель, и я ее достиг. Как долго, как быстро ты будешь ее делать, это не важно. Главное, чтобы ты всегда ориентировался на то, что бы ты ни делал, делай хорошо. И чтобы у тебя всегда был результат. А какие качества вы воспитываете в дочери? В дочери. Такой интересный вопрос, знаете, тоже очень часто спрашивают, а как дочка, а вот что ты дочку, а что ты, как ты ее воспитываешь? Наверное, знаете, самое главное – это не воспитывать, а быть примером. Самое главное – показывать и ненавязчиво объяснять что-то. Но объяснять обязательно на своем примере, что вот смотри, если хочешь этот результат, то надо вот так, и смотри, как можно. Ну, то есть, наверное, я ни дня не воспитывала свою дочь, она у меня замечательная, просто потому что она находится в любви, у нее есть пример, она находится в любви, она видит, как мама уважает папу, как папа уважает маму, у нее очень большая семья, у нее есть бабушки-дедушки, у нее есть сестры двоюродные, которые все живут в любви, в гармонии, в поддержке друг друга. И, ну, вот, доброта, допустим, там, та же эмпатия к животным и к людям, другим – это все она просто видит, она не знает другого, и ее не приходится воспитывать и говорить, что так, так или вот так. Она просто как бы видит пример и это на свою жизнь перекладывает. Марина, вы действительно такой яркий пример, да, департамента по чрез нашей области. Вот какие напутственные слова, может быть, вы дали бы начинающим сотрудникам, а может быть, тем ребятам, которые только планируют связать свою деятельность там с гражданской обороной, вот что бы вы посоветовали? Наверное, знаете, прежде чем пойти вообще вот в этот взрослый мир, там, когда вы уже получили специальность, да, образование, и вы выбираете профессию, специальность. Нужно понять, что ты это любишь. Вот самое главное, чтобы ты любил то, чем ты занимаешься. Ни в коем случае не бояться трудностей. Трудности, они будут всегда. Сложные моменты, они будут всегда. Но это мы их называем сложные моменты. А можно к этому отнестись как квест, который нужно пройти, как задача, которую нужно решить. Мы 11 лет в школе решаем задачи. И в жизни так же. Мы каждый день решаем какие-то задачи. Сложные, легкие. Самое главное, нужно понять, если ты пришел в систему органов гражданской защиты, ты должен любить людей. Ты должен любить свою профессию. Ты должен любить свою родину. И тогда однозначно все получится. И тогда ты будешь получать удовольствие от своей работы, от своей профессии. И тогда не будет возникать мысли о том, что как это сложно, это, наверное, сложно. Нет, это легко. Это по любви, потому что. Главное, чтобы все было по любви. Главное, да, это любовь. Поделитесь планами. Планы. Так, 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 так. Планы у меня в планах, если с профессиональной точки зрения, ну, связанной с нашей системой органов гражданской защиты, в планах у меня записать песню, клип, да. Вы поете еще? Да. Ну, это вообще. Я еще пою, и я уже, получается, пока вот этот период был паводок 2024 года, он, конечно, бесследно не пройдет, по крайней мере, вот у наших ребят и сотрудников. И мне, я воочию видела, как ребята на передовой совершали каждый день героические поступки, как они рисковали жизнью, как они расставляли приоритеты, что они сутки выходили, они были на воде. Мне хочется им сказать большой рахмет за их службу, потому что это на самом деле очень непросто и нелегко, но и захотелось выразить это именно в творчестве, именно в песне. Пока мы были на паводках, плавали на лодочках, я сочинила песню именно в этот момент. Мы записали ее вместе с военным оркестром, потому что ребята также нам помогали, нам, всем, населению. Помогали мы вместе с военным оркестром, записали песню. Буквально на днях мы планируем записать клип, ну и думаю, что уже в скором времени. Мы это услышим и увидим. А можно хотя бы пару строк? Ну, как-то. Можно прочитать, можно пропеть. Да-да-да. И опять все расчеты готовы спасать и легко наполняются смелостью наши сердца. То есть вот две строчки, которые я видела каждый день, как ребята вечером уставали, но на утро они опять готовы были спасать. И на самом деле у них такие большие сердца, которые каждый день наполняются смелостью и идут вперед. Это правда. Это про наших ребят. Марина, вы с таким восхищением говорите о своих коллегах, об их большом сердце. Но на самом деле я хочу сказать, что у вас огромное сердце, такое всеобъемлющее. Вы такая красавица, умница. И хочется пожелать вам, чтобы вы оставались такой на долгие годы, поблагодарить вас за такую интересную беседу. И знаете, у меня сегодня прям, я очень рада, что записала интервью с вами. И душа радуется тому, что у нас действительно есть такие профессионалы в своем деле. Для меня тоже очень важно, чтобы каждый человек делал свою работу и делал ее хорошо. Не важно, где он работает и чем он занимается. Благодарю. Благодарю, Индира, вас тоже и всю вашу команду. Мне очень приятно, что вы меня позвали. На самом деле замечательная беседа. Мне приятно ваше внимание. Спасибо вам. Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. До встречи в эфире и всего вам самого хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»